Была и такая история у нас. На конец минулого года в Чехии в одной из газет опубликовали информацию, что Швейцария порушена справа против депутата Мартырника за хамаринство. После чего Народный фронт и сам Мартырник сказали, что это провокация, это брехня, это наклад. А я в свою очередь просто сделаю запад до посла. Швейцарии где-то в майже три месяца я ждал ответ. Я принагидно его запитывал, проживающих. Он говорит, что ждите. Все процедуры прошли. Ответ в столице на расследование. И вот на початку березня отринал Нараш Пилитович от Генеральной прокуратуры Швейцарии, которая сформулирована, очень интересно, потому что они не имеют права разглашать никаких прозвищ и никаких информаций взагалей. И поэтому вы спадаете столько вещей уже. На ваш запит, что доказываем справа против Мартырника Швейцарии, поведомляем, что Швейцария расследуется справа против украинского гомедомина, но прозвища мы поведомить не можем, а заведом это и несу следствия. Таким образом, они непрямо себя подтвердят, но они не могут право не знали эти прозвища, но, по сути, форма ответа такая, что справа есть. Но главное не это. Главное, что сегодня в Швейцарии в газете в зонтах сайтинге вышла так само публикация про то, что справа против Мартырника Швейцарии, что она расследуется, что он занимается в хабарности, идет о 30 миллионов швейцарских франков заблокованных на рахунках в одном из банков, где в него были эти деньги. И там на ремонт пытался дать хабар и отрить их франков? Нет, он его отримал на рахунках. И они шли по документах, как консультационный послуг. Среди грошей были укреплены. Вот. И там, наверное, згадывается такой сценарий эпизод, что 100 тысяч франков будет спроба отримать, как адвокат намагался с этих замороженных грошей взять 100 тысяч франков, платить за свои послуги, но пока что сидя не обманываясь. Чие проспекли в свою справу, которые могут обслуживать? В Швейцарии так, в Швейцарии так, в Украине я не знаю. Потому что если в Швейцарии порушить, то я думаю, что они будут расследовать, и там Мартырника нужно идти на оборону угоду с Службством, а просто уникать поездок в Европу, потому что на него потом ордер будет. Это как Лазаренко так само. У него была такая же справа, а потом его затримали. После справа он сидел в Швейцарии, в Тюрмуде, в Суичино. Его как раз затримал за то, что он мог раз отдавать свечения. Так за тем, что Мартырник уже взялся заявок. Он сказал, что это все не сомнительница, жоркий бульвар. А что, он уже не будет говорить, что справа, я отримал хабаря. Это очевидная реакция, но если раньше мы оперировали просто словами Чайской газеты, то сегодня у нас есть еще подтверждение с Генпрокурой в Швейцарии. Есть большая статья в Швейцарской газете, что он требует, может по ДФРСу исправить. Поэтому идет как раз про реальную историю. Я думаю, что тут сложнее будет уже в Украине, как и в Украине. А в Украине, ты думаешь, будет сложнее? Ну, в Украине я буду инистрировать ее стороннюю. Мартырник из посадки керівника комитета, потому что людина по следствиям в Швейцарии, я думаю, что это даже для чести украинской программы, то, как и удар, если он будет дальше проработать в начале комитета. То есть, людина по следствиям, он заименовавшись в хабаристе. Это величезная сумма арештована в Швейцарии. В Украине он в начале комитета, который относится энергетических питаний, за которые он отримал хабаря за данным швейцарским следствием. Там идет про тендеры для чешской компании «Шкода». И эта «Шкода» переказала певную сумму, 30 миллионов, на компании «Мартыринка» в Танаме. А в компании были рахунки в Швейцарском банке. И Швейцарский банк, как вы помните, очень большие надходжения на рахунок, поведомо про это прокуратура, и они работали в Чехии, потом обшук, выключили 5 автомобилей документов, было 50 миллионов. Там была огромная работа, и это, в основном, написали в чешской газете. А в швейцарской газете сегодня великий опис, что там было. Когда он говорит, что Мартынка очень смешно в своей заяве написал, что это газета швейцарская, которая в России продается, ну, какие-то такие аргументы, на рівне тоже российских диверсантов, но на самом деле журналистка, которая писала, это Катерина Босова, она учасник консорсиума «Оффширликс», один из журналистов-розследователей великих швейцарских, известных журналистов. Ей можно доверять? Ну, конечно, я с ней особо виделся, когда бы в Далосе, и деякую информацию она передала, деякую я ей передал. В ней конкретно есть документы про ци 100 тысяч франків, которые мне могла сняти адвокат Мартынка для того, чтобы оплатить за свои послуги в интересах квартиры.